Сьюзен Форвард. Токсичные родители. Местами это очень тяжелая книга и читать ее иногда почти физически больно. Кажется, что сидишь и смотришь какую-то бесконечную драму про уродов родителей, которые родили детей, чтобы мучить их, избивать и насиловать. Как будто мстить им за что-то. Или как будто мстить жизни через них, то есть через тех людей, которые единственные в жизни, перед ними абсолютно беззащитные. По сравнению с этой книгой, ужасы Стивена Кинга это меню в хипстерской кафешке. Хочешь настоящих ужасов? Почитай это. Итак, пересказывать книгу, как я часто делаю, я не буду. Она состоит из двух частей. Это первая часть, где Сьюзен рассказывает о случаях родительского абьюза. Это эмоциональное насилие, физическое и сексуальное. Уточню, абьюз это насилие именно над близкими людьми. То есть над теми, кто от тебя зависит и не могут просто так уйти. И второй половины книги, где Сьюзен рассказывает о курсе своей терапии. Где она работает с уже взрослыми жертвами этого насилия. Сосредоточиться я хотел бы лишь на одном из распространенных у обывателей мифов, связанных с разными формами домашнего насилия, о котором рассказывается в этой книге. Он звучит так. Чтобы жить дальше и жить легче, нужно просто простить и забыть. Именно этот нюанс. Думаю, вы знаете, мало того, что многие в это верят, так еще и других убеждают. Особенно тихие пособники абьюзера, которые все знают, но ничего не делают в течение всего детства. Как правило, это второй родитель. Но также часто могут быть просто родственники. Итак, в чем же проблема? Проблема в том здесь, что прощать, не простив, это значит обречь отношения с теми, которых ты заставил себя простить, чтобы быть хорошим, ну или просто чтобы забыть на медленное разрушение. Почему? Потому что прощая, не простив, ты переступаешь через себя. И этого делать нельзя. Ведь у того тебя, ребенка, которого обижали, ты взрослый сейчас единственный, кто остался на его стороне. И если ты заставишь себя простить, ты будешь тем, кто отвернулся от этого ребенка, бросил его, отказался признать его боли и обиды. Если ты предашь его, то тогда он по-настоящему останется один на один со своей болью. Образно говоря, в его мире ты единственный взрослый, который жалеет его. Который признает, что так с ним поступать нельзя было. Ну а что тогда? Всю жизнь хранить злобу? Конечно нет. Курс терапии по методу Сьюзен Форвард, автора этой книги, направлен именно на то, чтобы сохранить эти отношения. Если жертва абьюза, конечно, этого хочет, а сам абьюзер готов исправляться. Но прежде чем это сделать, клиент должен пройти один из завершающих этапов такой терапии. Высказать все своему абьюзеру. И дальше общение возможно, если он абьюзер. Первое. Полностью признает свою вину. Второе. Будет готов всегда выслушать и обсудить негативные эмоции или воспоминания, связанные с ним и с его поведением. Избиение, оскорбление, давление, либо еще более страшные вещи. И третье. Будет готов оплатить расходы на психотерапевта, причиной которых он и стал. Эти мизерные, символические по сравнению с нанесенными травмами действия являются выраженной частью обещания абьюзера того, что он изменился или готов измениться. Но вернемся немного назад и осмыслим сам механизм. Почему жертве домашнего насилия так хочется притвориться, что ничего не было и спокойненько жить дальше? Я знаю, что очень многие так делают и дают такие тупые, советуют друг другу надеясь, что они помогут. И жертва абьюза думает, что если я хожу и везде и всем рассказываю, что я простил, то рано или поздно я сам начну в это верить. Но почему они так делают? Просто надеяться, что смогут убедить самих себя. Вот и все. И начать весело, сидя за одним столом, говорить, как вы друг друга любите с человеком, который избивал вас. Но вот тут-то есть одна принципиальная загвоздка. Злость и обида – это такие эмоции, которые не могут просто взять и исчезнуть. Просто если они будут идти не по заблокированному каналу, например, на родителей, которые стали их причиной, они будут направляться либо вовнутрь, а это депрессия, психосоматика, расстройство пищевого поведения и так далее, либо на других. Это агрессивность, вспыльчивость, конфликтность. И чаще всего это вываливается на самых близких. Угадайте на кого? На детей жертвы абьюза. И так, словно по семейному проклятию, абьюз начинает передаваться из поколения в поколение. Меня лишили счастливого детства, и я тебя лишу. Меня батя пиздил, и я тебя пиздить буду. Зато мужиком вырастешь. Ого, как мерзко, гротескно и жизненно одновременно. Да, и так будет вечно. Пока один не скажет «Так, стоп!» Нет, так нельзя. И не начнет вещи называть своими именами. Вроде насилие – это насилие. Да, но нет никаких «но». Конечно, есть какие-то очень редкие люди с невероятным запасом жизненной и душевной гармонии. Что даже если они задавят эту боль и обиду внутри, все равно смогут быть счастливыми. Но я думаю, таких единицы на миллион. Естественно, если ты сейчас находишься в состоянии, в самостоятельном, либо навязанном родственниками состоянии фальшивого прощения, то, конечно, ты не согласишься с этими мыслями. Потому что тебе кажется, что это единственный способ удержать внутри эту ярость или это отчаяние. И захочется покритиковать меня особенно яростно и жестко. Потому что у той боли внутри, которую, задев эту тему, я задел внутри тебя, сейчас появился вдруг канал, появилась цель, на которую можно всю ее обрушить. И так еще раз на всякий случай. Я не против прощения. И я за прощение. Но за психологически здоровое прощение, когда жертва открыто обвиняет, а виновный признает свою вину. По методу Сьюзен Форвард, описанному в книге «Токсичные родители», либо по какому-то другому терапевтическому методу, это не принципиально. Главное, чтобы этот метод работал. Иначе это ни капли не прощения. Это разрушающее притворство и больше ничего. Не путайте разрушающее притворство и настоящее прощение. Я думаю, что семья – это одна из главных опор в жизни человека. И один из главных источников счастья. Поэтому она должна быть здоровой. Удачи. Бро, мне будет приятно, если ты нажмешь колокольчик, чтобы вовремя узнавать о новых видео. И поставишь лайк, если видео тебе понравилось. Спасибо.